Итак, здравствуйте! Как и обещал сегодня, я сделаю небольшой сравнительный обзор, благо выдалась такая возможность, двух воронов, воронов 3 от ООО ПП Кизляр. Вот, значит, так получилось, так повезло, что ко мне попали два экземпляра. Ну, первый я заказывал в магазине, это обычный вариант ворона 3, он со мной уже побывал и на отдыхе, и на строгании много раз, в общем, такой бывалый вариант. Со сталью АУС-8 и с эластроновой ручкой, вот, то есть такой, ну, рабочий. Вот, и недавно повезло мне, у меня появился в руках вот такой вот экземпляр, ну, довольно для меня необычный, для меня. Ворон 3, значит, в исполнении Stone Wash покрытие, рукоять дерева, вот, и такой вот он, конкретный этот образец, он Full Tank. Две накладки, то есть здесь и здесь, на таких заклепках, вот, которые у нас легко отворачиваются с помощью шестигранника. Вот, если посмотреть, вот, итак, значит, что хочу немножко рассказать, что у нас отличается в этих, в этих образцах. В этих образцах, вот, у нас главное отличие, по стали у нас все одинаково, то есть АУС-8, АУС-8. Ну, начнем с первого отличия. Может, уже видели ролики, ну, я все-таки повторюсь, потому что мне Ворон 3, сама модель, очень нравится. Я вот его заказывал. В принципе, он себя показал, кстати, несмотря на то, что имеет большую длину, сам клинок и сам нож 160 миллиметров. Вот, толщина обуха здесь в самой толстой части от 4,8 до 5,2 колеблется. Ну, вот, конкретно в этом не дотягивает 4,8, по-моему, я как-то мерил. Вот, итак, он на себя показал. Есть тесты у меня, значит, несмотря на свои большие габариты, показал, как неплохой строгальщик. Довольно-таки неплохой резучий нож. То есть, он по дереву, конечно, есть видео, где Мора всех там душит, давит, но по дереву я ему поставил вот на последнем строгании, лично сам выделил его и поставил на второе место. Он неплохо строгает, несмотря на свои габариты. Конечно, это не Мора, не скандиспуски, не линза. Напомню, что скоро придут два ножа, которые я позиционирую как убийцы Моры, Мои Моры компаньон. Вот, значит, нож этот очень довольно-таки резучий. Вот, по рубке. Ну, нож у нас как бы и не должен рубить. Там есть для этого топор. Извините за отступление. Вот уже 4 минуты пока сравнений толком нету, но я хочу отступить и немножко свои мысли рассказать. Вот, он, допустим, от того же таёжного, но он и не должен рубить, и таёжный, в принципе, но ему не хватало немножко веса. Вот, то есть, если бы он был немножко поувесистей, может быть, он и таёжного по рубке, по батонингу поперечному, с колотушкой там он бы, может быть, и обогнал. Но достаточно того, что этот нож режет. И режет довольно неплохо, так как режет он и деревяшку строгает, и по продуктам довольно-таки неплохо режет. Поэтому этим ножом можно не только помочь себе в экстремальных условиях, надеясь на его, значит, такие габариты и запас прочности, но и он пригодится и в обычных условиях, то есть, по кухне вполне он справится легко, не будет колоть, у него вот здесь так всё сведено, но вот этот вот долл, может быть, немножко мешать будет. Но и строгать дерево, там, какой-то колышек, легко и быстро он с этим справится. Ну и так, давайте начнём, извините за отступление, в течение пяти минут такого небольшого. Начнём, значит, сравнивать. Вот появился вот такой вот нож, и они совершенно идентичны. Производится на одном предприятии, ООО ПП Кизляр, в городе Дагестан. Вот, очень нравятся мне ножи дагестанские, я как бы с них и начинал. Вот, ну, в чём отличие? Значит, этот нож у нас продаётся везде, этот тоже продавался до недавних моментов, ну, да и сейчас продаётся, в принципе, но гораздо реже. Значит, здесь самым главным отличием является элостроновая ручка и вот такие на этом ноже плашки из Кавказского ореха. Вот, я сейчас до ролика, у меня, к сожалению, нет, взвесить их негде, но, держа в руках, я вот по этим экземплярам понял, самое главное отличие, что с элостроновой ручкой он тяжелее. С деревянной рукоятью он легче, он легче, причём на порядок, и это зависит, видимо, только от рукояти, потому что клинки совершенно идентичны, единственное различие их, это в покрытии. В покрытии здесь Stone Wash, здесь Black Wash, ну, или как там правильно называется, может быть, я... Вот такая вот наклеечка была, и тут она у нас отвалилась, вот, и этот Black Wash, вот он уже стал бывалым таким, но я хочу сказать, что, несмотря на то, что мы им строгаем, и батоним, и колотушками бьём, били там на отдыхе, ничего, никаких проблем с покрытием особо не стал. Так потёрлось, конечно, но потихонечку оно, даже он стал таким сереньким, бывалым, интересным, вот, более. Вот, значит, разница в покрытии. Дальше ещё разница. Вот, если этот нож брать, то у него конкретно будет баланс вот на середине. То есть, он... Разбалансировка... Ну, балансировка у него вот такая вот, то есть, на середине рукояти соединения с клином, вот, получается, то у этого ножа баланс уходит, вот, если посмотреть, ставить на эту середину, уходит в сторону рукояти. Ну, примерно, он немножко смещён. Вот. То есть, этот нож, ну, вот даже и по весу, более, более управляемый, более, такой, скажем так, информативный, в плане что-то порезать, ну, не порубить, само собой он будет неплох. Вот. Но он будет лучше в резе. Лучше в резе, значит, по продуктам, более такой понятливый. Здесь немножко другая развесовка. Вот. И всё это зависит, всё это зависит, главным образом от рукояти. Вот. Дальше различие идёт в ножнах. Но, зная, что данную модель присылали вот и в таких ножнах, вот эту модель присылали и в таких ножнах она была, сейчас она идёт вот в таких, с пластиковой вставочкой. Ну, эти ножны мне, честно говоря, сильно не понравились. Я вот на них нацепил такой весёлый паракорд. Ну, это не паракорд, даже просто верёвка дополнительная такая. Вот. И я его, этот нож, держал для машины. Сейчас у меня там будет, наверное, на тингейл. А этот будет периодически на вылазках. Ну, он работает, он в работе. Вот. И... А этот нож, вот этот вариант, экземпляр, он идёт всегда и шёл всегда в магазинах только с кожаными ножнами. Ну, это как бы такая вот классическая, классический вариант. То есть, они сделали... Почему? Потому что кизляр всегда начинал с ореховыми рукоятками. Это потом пошло уже илостроновые рукояти. И довольно-таки неплохие илостроновые рукояти. Потому что их, насколько я видел, даже если их попробовать снять, то тут целая будет проблема. Ну, в ножнах дело, да. Скажу честно, мне нравятся больше кожаные ножны. Потому что здесь вот эта вот вставочка и цара... Почему ушли от этого варианта? Ну, видимо, посчитали, что традиции надо уже немножко нарушать современностью. Более... кайдекс там и все такое. Но здесь начали с пластика. Вот. Вот такая вот заклепка. Здесь, значит, интересно, что на стерхе, который меньше, вот так вот идет еще такая зашлепка. Здесь он меньше, но никакой заклепки не идет. И... как и на таране, в принципе. Но нож я вчера уже показывал. Оп. Ставил не до конца его. то есть вот если вот так вот ставить вот и сильно трясти, он у нас не выпадает. Вот. Ну, хотя ножны разносятся, кожа разносится, сидит он там капитально. Вот. Есть слив на ножнах, ну, как всегда в традициях кизляра. Вот. Ну, ладно. Бог с ними с ножнами. Значит, дальше еще отличие такое, что вот на стандартной модели можете посмотреть вот так вот идет такой вот выступ. То есть, у нас размеры все одинаковые вот этого вот всего ножа, но рукоять сделана так, что она запрессована или как заплавлена не до конца и оставляет такой вот стеклобой. на данной модели такой стеклобой такого стеклобоя нет. Он не выражен и плашки сделаны вот эти вот ореховые за подлицо. Сам вот если можем посмотреть даже так визуально они совершенно одинаковые. Единственное, получается, что и рукояти чуть больше рукоять получаются вот эти плашки с деревянной рукоятью. Вот. Честно сказать, когда вот я беру вот так вот ножи, в принципе, ластрон сам по себе он как бы впивается так резинка в руку и более такой хват удобный, но заполняет лучше, несмотря на то, что не имеет вот таких вот вырезов вот эта деревянная плашечка заполняет руку мне лучше деревянная. Она более объемная по сравнению с этой рукоятью. Это как вот визуально видно, она тоньше. Вот. Гораздо тоньше деревянной. Вот такое вот отличие, конечно, в рукояти капитальное. Вот. Еще что могу сказать? Могу сказать, вот визуально видно, что по может быть это особенности конкретно этих моделей, может быть это так постоянно, не могу сказать, но отличие в темлячных отверстиях. На версии с эластроном темлячные отверстия меньше, на версии с деревянными накладками темлячные отверстия визуально больше. Вот. Здесь в рукояти сделаны вот такие вот тоже подпальцевые выемки небольшие, но значит здесь нигде нет никаких выемок. Но держат не знаю как в мокрой руке, честно говоря. Не могу сказать, пока еще не пробовал, но я думаю будет все неплохо. Дерево симпатичные, чем-то пропитаны. Пропитывать я думаю уже больше не стоит. Причем плашки сделаны на шестигранниках и их легко раскрутить и заменить при их негодности. Здесь же если рукоять где-то так потрескалась или что-то будет я не знаю наверное нереально. Вот. Ну что еще визуально конечно они идентичны. Единственное внешний вид совершенно другой этих ножей. И почему-то почему-то вот берешь вроде два одинаковых ножа, но в руке когда ты берешь и понимаешь что как будто разных два ножа совершенно. Этот легче, этот по-другому держится, по-другому его хочется как-то побыстрее им работать. Этот потяжелее и он ну я не говорю плохо это или хорошо, но разница в этом есть. Вот. Илострон есть илострон, дерево есть дерево. Свойства их различны. Мне нравится как в илостроне, так и в дереве, но этот экземпляр меня очень удивил и как бы этот экземпляр мне интересен. Вот. Он более такой сделан в классических стилях кизляра ОПП кизляр и более ну не знаю мне как-то даже его жалко пока направлять куда-то в работу. Будет ждать своего времени. Ну обязательно конечно в работе будет. У меня нет ножей которые лежат без работы. Они все лежат но они все периодически потихонечку приходят в работу. То есть если вот мы на кухне допустим у нас леса от Аира было и есть сейчас до сих пор еще пока и был волк от медведей то значит потом поменяемся до этого было дельта на кухне вот то есть вот так потихоньку на выезды я тоже беру разные но сейчас у нас немножечко мошка поэтому вот так вот и меняемся ну вот такой получился ролик тестов особых нету вот надеюсь более менее я рассказал представление не имеете какие модели есть видео не только от меня но и других людей ну вот я конкретно сравнил что вот просто вот так получилось что у меня вот появились в руках две вот такие вот интересные модели ворона три одним экземпляром я капитально поработал один пока в работу не вступал но вот лично мои пока вот такие вот внешние отличия внешние мнения сталь аус-8 на обоих сталь хорошая выдерживает довольно таки серьезные нагрузки есть тесты где показывает что ворон три у нас после поперечного батонинга с колотушкой и рубки дерева вполне режет бумагу никаких заминов у него нету после этого вот я их не перетачивал это вот до сих пор заводская заточка у ворона вот значит несмотря на такие вот большие подводы кромочка нигде не завалилась заминов никаких не было то есть вполне вполне нормально конечно как вовуха таких вот я капитальных нагрузок ему не давал но я считаю что батонинг и рубка дерева это уже даже очень серьезные нагрузки для ножа вот здесь в принципе подводы тоже такие вот сведения довольно таки серьезные кончику вообще капитальная вот здесь более-менее к концу к пяточке у нас немножечко оно тоньше ну и заточен он как и тот ворон приходил с завода очень даже отлично ну ну и вот на примере того ворона на примере стерка смотрите как сцерогает соломочку очень приятно сегодня закончим только резом бумаги вот и зная на что способен вот этот ворон уже не понаслышке а именно на своем на своих тестах зная на что способен таран от ОПП кизляр есть краш тест можете посмотреть как там молотком и после этого он еще резал у нас бумагу зная на то что легко может большое дерево ну не легко но может перерубить стерх с небольшими так скажем его габаритами вот все это зная я как бы не склоняюсь а мое личное мнение о стали АУС-8 ОПП кизляр очень положительные лично у меня ну вот как бы и все вот такие вот два ножа точнее два ворона три в разных немножко в разной скажем так в разным исполнении побывали у нас на небольшом обзоре на этом сегодня хочу закончить оставайтесь на канале придут два убийцы моры будем делать тесты реальные немножко жара спадет и мошкара хотя бы пропадет но это в ближайшее время построгаем и дома если надо будет вот и придут значит еще интересные кое-какие ножички то есть их будет три фикса три фикса один от очень интересной фирмы но это не убийца моры это скажем так мне интересно вот и один складишок интересненький вот поэтому оставайтесь на канале подписывайтесь и хочу напомнить что у нас сегодня последний день выставки выставка клинок на Неве проходит СКК Петербургский кто не успел еще есть время прикупить и у нас мастерская ножевая медведь объявляет акцию на этой выставке по промокоду подходите к стенду и говорите медведь на Неве они вам делают персональную скидку на любую их продукцию на любой нож любой топор все что они производят любую там сабли даже есть у них вот 500 рублей от общих скидок которые есть на выставке так что очень приятно кто не успел обязательно зайдите посмотрите может что-то приглянется вот ну и всех поздравляю с окончанием выставки думаю что она прошла отлично она еще и до сих пор проходит много будет видео с выставки вот уже смотрю на ютубе вот и желаю всем всего самого хорошего и продолжения всяких разных хороших историй вот на этом сегодня заканчиваю свой обзор подписывайтесь ставьте лайки пишите отзывы вот будет очень приятно ну и всем до свидания всего самого хорошего до свидания